Это высокая ответственность. Дмитрий Анатольевич, в минувшем году среди, очевидно, очень больных и непростых тем была, безусловно, тема милиции, которая вызвала и в наших эфирах, и в обществе острейшую дискуссию. И мы сами прекрасно понимаем, что поводы были, и поводы были очень-очень серьезные. Что, по-вашему, необходимо здесь сделать? Что предпринять? Поводы серьезные. И претензий у наших граждан к работе Министерства внутренних дел накопилось немало. Сразу же скажу одну вещь. Сегодня я подпишу указ о совершенствовании деятельности Министерства внутренних дел, где будут предусмотрены и организационные изменения, и изменения некоторых финансовых вопросов. И некоторые правовые вопросы, а также кадровые. Претензий много. Часть из них, безусловно, абсолютно справедлива. Люди хотят, чтобы их защищали безупречные в нравственном, а уж тем более в правовом плане, сотрудники милиции. И хотят доверять им. Я уверен, что мы сможем создать такую структуру. Но при этом, и это тоже абсолютно точно, огромное количество, подавляющее большинство сотрудников Министерства внутренних дел, это честные, преданные своему делу люди. Ну, вы знаете, ведь, наверное, и деятельность милиции, и деятельность полиции в других странах не всегда нравится. Но когда что-то происходит, люди все равно идут туда. И нет другого пути. И зачастую сотрудники милиции, люди в погонах, они выходят на передний рубеж борьбы с преступностью. Только в этом году больше трехсот человек у нас погибло. Это очень печальные цифры. Но эти люди отдали свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить и трудиться в нормальных условиях. Просто для того, чтобы был на улицах порядок, защищая нас с вами. Поэтому здесь, безусловно, нужны изменения. Достаточно жесткие, серьезные, и они будут. Но в то же время нужно сохранить костяк Министерства внутренних дел, способный к такой серьезной, полноценной работе, к ответственной работе. И мы это тоже будем учитывать. Потому что в Министерстве внутренних дел достаточное количество профессионалов для того, чтобы и с преступностью бороться как следует, и порядок на улицах обеспечивать, и защищать наши интересы в тех или иных регионах. Но есть ведомства, где вы совсем недавно провели настоящую кадровую революцию. Не совсем МВД, но тоже ведомство стержневое. Система наказаний. Вы одновременно в начале ноября уволили порядка 20 руководителей ФСИНА. Это огромное количество людей, причем были уволены очень многие руководители региональных отделений ФСИНА. В том числе это Москва, это Санкт-Петербург и даже руководители таких знаковых исправительных учреждений, как Бутырская тюрьма, как Матросская тишина. Скажите, с чем связана такая жесткость в принятии этого решения? Порядка нет. Надо наводить его, в том числе и в системе исполнения наказаний. Наша система исполнения наказаний не менялась десятилетиями. Она имеет очень значительные недостатки. И, к сожалению, зачастую она сама по себе не хочет меняться. Поэтому приходится наводить порядок. Приходится приглашать новых людей, которые способны к изменениям. Что же касается того, что надо сделать в системе исполнения наказаний и вообще в системе назначения наказаний. Вы знаете, наказание ведь это не только кара. Мы должны делать так, чтобы человек после выхода из тюрьмы или из исправительно-трудового учреждения все-таки превращался в нормального, подготовленного к обычной жизни человека. А не в криминального вожака какого-то, который сколачивает вокруг себя новую криминальную какую-то структуру и потом снова попадает на зону. Для этого нужно менять и систему исполнения наказаний, то есть отбытия наказаний, и систему назначения наказаний. Ну вот смотрите, конечно, если говорить о преступлениях против личности, об особо опасных преступлениях, наказание должно быть жестким. Надо разбираться со всеми такими проявлениями. Нужно наказывать за посягательство, на жизнь, на здоровье. Причем если говорить о мерах наказания, то для таких вот граждан, которые совершают эти преступления, они должны быть исключительно высокими. Отморозков нечего жалеть. Но в то же время мы должны понимать, что, например, за некоторые виды экономических преступлений, преступлений, связанных с налоговыми действиями, вовсе не обязательно на стадии предварительного следствия, например, сразу же людей законоплачивать в тюрьму. Тем более, что потом их приходится выпускать. Это вопросы к качеству следствия. Нужно работать качественно, нужно проводить следственные мероприятия в соответствии с законом, добиваться получения качественных доказательств, а не вытаскивать их другими способами. Поэтому это должно быть несколько процессов. С одной стороны, мы должны совершенствовать систему наказаний. С другой стороны, мы должны подумать о том, какие наказания соответствуют в лучшей степени тем или иным правонарушениям. Ну, вот, например, во всем мире развиты меры наказания, не связанные с лишением свободы. Есть ограничения свободы, есть просто контроль за действиями лица, которая, допустим, подверглась такому наказанию. Браслеты те же самые. Значит, почему нам это не использовать? Вполне можно. Я посмотрел несколько раз, приносили мне документы о помиловании. Ну, грустно на это глядеть. То есть, гражданин там украл шапку за 500 рублей, ему сразу два года тюрьмы. Зачем? Он что, лучше оттуда выйдет? Ну, в общем, здесь нужно разбираться. Нужно разбираться, нужно менять законодательство. Агрессивных, опасных, абсолютно десоциализированных нарушителей закона строго карать. А тех, кто может быть исправлен без лишения свободы, наказывать иначе. И на это направлена и реформа федеральной системы исполнения наказаний, и реформа уголовного законодательства и уголовного процесса. Мы будем обязательно этим заниматься, потому что это очень важная составляющая часть общественно-политического спокойствия, нормальной жизни в нашей стране. Порядка на улицах. Поэтому вот здесь буду наводить порядок. А вот вы сказали, об указе, который сегодня подпишите, это и есть начало реформирования системы МВД? Иконтовые указы какие-то можно сейчас обозначить? Давайте все-таки дождемся выхода указа. Я, конечно, понимаю, что вам интересно. Это новость в прямом эфире. Да, это новость в прямом эфире. Но если говорить о цели этого указа, это именно меры по оптимизации, по реформированию деятельности МВД. Конечно, в этом смысле. Дмитрий Анатольевич, а вам знакомо понятие басманное правосудие? Да, я слышал этот термин. Я не уверен, что он является точным или корректным. Но если под басманным правосудием понимается принятие несправедливых решений любым судом в самых разных местах нашей страны, то есть так называемых неправосудных решений, как говорят юристы, то это зло, и с этим нужно бороться. Бороться мерами юридического реагирования. Такие решения или приговоры должны отменяться, а если они приняты под воздействием тех или иных обстоятельств, будь то деньги, политическое давление, иные факторы, лица, которые такие приговоры и решения принимают, должны подвергаться ответственности. Нести ответственность перед законом, перед страной. Тема гриппа обострила разные проблемы, в том числе и проблему лекарств. Все каналы активно делали сюжеты, и надо отдать должное, что российская власть оперативно и адекватно среагировала на это. Но тем не менее, когда, особенно малоимущим людям...